Закрытый показ фильма «Право выбора» на премьере. Актеры, режиссер, священники и многие другие. Тема картины – аборты в современном мире. Перед показом главный герой рассказал, какой посыл заложен в картину. Я говорю, что это было сделано для того, чтобы хотя бы одна женщина поменялась в своем отношении к этой проблеме, особенно которая находится в этой ситуации. Если хотя бы одна это сделает, то все было не зря. Главный герой – молодой хирург, назначенный на должность главного врача роддома вместо пожилой женщины-гинеколога советской эпохи. Он пытается изменить абортивное состояние общества хотя бы на уровне своего роддома. Погрузившийся в рутинную работу, главврач сталкивается с множеством ситуаций, которые рисуют перед ним картину происходящего в сфере отечественного родовспоможения. Оказывается, врачи не очень-то и заинтересованы в беременности пациентки. К ней и ее ребенку равнодушны. Переломить ситуацию главному врачу было трудно, но если своих коллег ему удалось убедить, то внезапно сами женщины, не готовые к родам, устроили бунт. Проблема абортов весьма многогранна. Так считает режиссер фильма Елена Пискарева, которая, кстати, сама сейчас находится в пикантном положении. Мы озвучили проблемы, мы дали срез, мы показали, как все обстоит, вот как бы с разных сторон. Со стороны врача, со стороны женщины, мужчины, общества. И дальше уже это должен думать сам, решать сам, потому что мы не собираемся делать агитские плакаты. Все, кто участен к этим решениям, должен решать на своем участке. Политики, врачи, женщины, общество, мужчины. Главные виновники этой проблемы, на самом деле, мужчины. Это вторая работа Елены Пискаревой на тему прерванной беременности. Первый ее короткометражный фильм произвел неизгладимое впечатление на зрителей. Режиссеры буквально завалили письмами. Некоторые из них были со словами благодарности. Писали, что сохранили беременность. Это, конечно, было для меня побудительным мотивом, что просто фильм без какой-либо даже пропаганды, просто заставляющий задуматься, может кино вообще, может так менять реальность и что-то делать созидательное. Положительные отклики дали большой стимул для съемок нового полнометражного фильма «Право выбора». Режиссер на протяжении года писала сценарий, проводила журналистские расследования. Не веря, что столь жесток мир абортов, что эта параллельная реальность, так плотно вошедшая в русский менталитет за прошедшие сто лет, находится бок о бок с каждым из нас. Церковь говорит, что аборт – это убийство. И вот с этим вопросом надо разобраться, потому что на самом деле он важный. Никто не хочет быть убийцей. И когда женщина соглашается на аборт, она ни в коей мере не приравнивает себя к убийцам. Она полагает, что убийство не происходит. Но мы говорим, что жизнь начинается с момента зачатия. Мнение церкви очень важно для многих людей. Однако сам фильм выполнен в чисто светском формате. Истории, показанные в картине, вполне себе реальны, что делает ее ближе к народу. Так что акценты, которые расставили создатели картины, очень понятны для зрителя. А сам фильм дает каждому право выбора. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». История, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».